Всем самое доброе утро, мои хорошие! Слушайте, мы проснулись в зиме. Вы посмотрите, какая красота! Я понимаю, у вас у многих такая красота. Но я эту красоту так долго ждала. И наконец-то! Боже, как это красиво! Это я... У нас за окном спальни дворик такой. Здесь мы можем делать шашлычки, барбекю, всякое такое. Это закрытая наша территория. Боже, как это красиво! Боже мой! Ура! Я вижу снег. Как дикая какая-то. Ну просто я в пальмах сидела еще две недели назад. И я так хотела зимы, так хотела этого духа рождественского. И вот наконец-то! У нас за домом там парковка. Я машину не ставила на парковку. Поставила ее позавчера. Вдоль дома надо выглядеть. Наверное, откопать придется долго ее копать. Потому что вчера мы никуда не выезжали. Надо сейчас выйти туда на балкончик. Смотрите, мои хорошие. Боже мой! Зима! Ой, как красиво! У меня появилось очень много новых подписчиков, новых зрителей. Самвел, спасибо тебе огромное, конечно. Я не ожидала такого прямо ажиотажа. Спасибо, милый мой! Можно сказать, проснулась я знаменитой. А кто не знает, мы живем в Швеции и на Кипре уже с недавних пор. У нас два дома. Ребят, в Швеции очень у немногих застеклены балконы. Как правило, это открытые балконы. Я не знаю, с чем это связано. Скандинавская страна. Но у нас тут и не бывает, как в Сибири, конечно, там минус 40. Но, тем не менее, очень у многих балконы открыты. И вы посмотрите, как украшены, уже почти все балконы украшены. Это больше видно вечером. У меня есть видео годовалой давности. Я ходила с Боней, со своим гуляла вечером. Боня – это наша маленькая собачка, Йоркшевский Трирм. И как бы в окна немножко мы заглядывали. Во всех окнах стоят, вот видите, такие украшения в виде треугольника. Со свечечками. Они днем и ночью горят. Это круглосуточная декорация рождественская. И балконы тоже очень у многих украшены вот такими вот гирляндами. Я вчера вечером убирала здесь снег. Ну, таким вот образом. Ну, и сейчас уберу. Это за ночь навалило. Ой, у некоторых прям такие шедевры на балконах вообще. И Деды Морозы к ним лезут. И ели, и все, что хочешь. Смотрите, сколько снега. Боже, какая красота. Класс. Очень красиво там впереди. Ну, темно. Темно должно быть, чтобы увидеть декорациями. Это я покупала когда-то в Икеа. Такие. Травку. Ой, боже мой. Она водой напиталась. Такая тяжеленная стала. Травка-муравка. Ну, потом как-то я ее поставила вниз. И уже совсем я ее не занималась. Она стоит сейчас как елочка. И пусть себе стоит. Это специальные гирлянды, которые уличные. Тут у соседей ничего нет пока. Так, мне просто интересно, где моя машина. Где-то там она должна быть. Хоть бы откопать-то свою. Чтоб, не дай бог, чужую не откопать. Ну, ничего. Работа на свежем воздухе, вы же знаете. Она как обогащает кислородом. Вот так. Класс. Слушайте, ну красота прям. Сказка. Всю ночь работали снегоуборочные машины. У нас там, где в спальне я показывала, за окном школа. Там постоянно эти снегоуборочные. Ну, в общем, они, конечно, молодцы. Тут нет такого коллапса. Ты всегда знаешь, ты выйдешь и... Ну, тебе будет тропинка, как пройти. Молодцы работают. Боже, я вообще в сказке. Как это красиво. Я завтра поеду с вами, ребята, на озеро. Покажу вам озеро. Ну, с Бонни я поеду его выгулять. Ну, и вы посмотрите. Я очень люблю это озеро. У меня очень много видео есть. Но каждый раз, как в первый раз. Ой, как в первый раз. Будет очень красиво. И уже так морозно. Я думаю, там очень много можно встретить конькобежцев. Тоже озеро убирается. Специально дорожки расчищаются вот на замерзшей этой глади воды. Для санок, для конькобежцев. Короче, я задумала. Ребята, всем самого классного дня. Такого зимнего, шикарного настроения. Добро пожаловать новым моим подписчикам, новым зрителям. Рада, что я вам понравилась. Мы рады, что вы рады. Самвельчик, а тебе всего самого наилучшего. И я вас очень жду на Кипре. Мои золотые, приезжайте. Покажу, накормлю, заберу, отвезу, обогрею, песню спою. Все, с любовью ваша. Боже мой, какой шикарный вид из окна получается. Вы посмотрите, сказка. Просто сказка. Вот такие вот стоят светильнички во всех окнах. Я не знаю, вам видно? Это больше видно в темноте. Видите, вот в школе? В окнах. Во всех, во всех окнах, везде. Во всех учреждениях. Я не круглосуточно. Эти светильники горят. Ой, ну красота. Прям картины писать можно. Очень красиво. У нас белки тут живут. Лисы. У нас тут полно всех. Там за школой получается такой лесочек небольшой. Ну, в Швеции вообще очень много озер. Воды очень много, лесов, всяких посадок. В общем, классная, очень классная природа, если честно. Ой, ну сказка. Просто сказка. Сказочное настроение. Мне так этот цветок нравится. Они обычно как-то вот красные, они чуть посветлее. А этот прям бордо-бордо. Приджет бордо. Красота неземна. Красота неземна. Яйца. Сейчас буду Роберту делать бутерброды со скагенрурой. Я вам показывала. Когда-то у меня есть рецепт. Скагенрура это там такое, как морепродукты в майонезе. А это я, значит, я такой не люблю, а свиной давлюсь. Я ему подсушу хлеб на гриле. Багет у меня есть свеженький, хороший. Сверху скагенрура и сверху яички затираются. Я под это видео вам вставлю эти бутерброды со скагенрурой, как я ему готовлю. Ребята, ну все. Теперь уже пока. Я не могу просто не показать эту красоту. Ну как идем не любоваться? Это просто. Вообще обожаю. Знаете, я не сам Новый год люблю, а я люблю предрождественское настроение, предновогоднее. Ну вот как-то какое-то захопление по-украински. Такое вот, не знаю, ты в ожидании чего-то. Вот ты готовишься. Не особо как-то я не имею в виду, готовишься, там в плиты стоишь. А просто, ну вот не знаю, какое-то такое вот торжественное состояние. Мне очень нравится. Вообще надо всему радоваться. Ребяточки, всем опять же, всего самого наилучшего и классного настроения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!